Мы привыкли считать, что среднемоторный Porsche тип 356 с двигателем, расположенным сзади, является родоначальником машин этой прославленной марки. Однако за 9 лет до его появления Фердинандом Porsche было создано небольшое купе, известное как проект номер 64, или тип 64, которая по сути и являлась самым первым Porsche. Под легкосплавной обшивкой этого автомобиля можно увидеть ходовую часть от первого «Жука», которая использовалась и в ранних Porsche 356. Однако шасси этой машины отличаются от шасси Volkswagen. Здесь находится такая же хребтовая рама, но в нескольких местах ее конструкция сильно изменена. По бокам от рамы можно увидеть прямоугольную трубчатую структуру из авиационного дюралюминия. Кузов прикреплен к шасси при помощи 2000 заклепок. По точно такой же технологии немцы строили самолеты во время Второй мировой войны. Необычный кузов машины был разработан австрийцем Эрвином Комменда, работавшим в дизайн-бюро Porsche. Ему же принадлежит авторство стиля таких машин, как Чизиталия GP, Porsche 356 и 550 Spyder. Обтекаемая оболочка кузова была создана по мотивам мертворожденного среднемоторного спортивного автомобиля тип 114 F-Wagen, образца 1938 года, который должен был оснащаться двигателем V10. С 1939 по 1940 годы в мастерских компании Рётер, расположенных через дорогу от владения Porsche в Цюффенхаузене, что на севере Штутгарта, было построено три кузова для тип 64, один из которых был поставлен на модифицированное шасси от Жука. Мощность оригинального воздушника Volkswagen, выдававшего 23,5 лошадиных силы, была увеличена до 32 лошадиных сил. Поскольку автомобиль получился очень легким, сухой вес немногим больше 500 кг, даже такой слабенький мотор позволял тип 64 демонстрировать неплохие динамические показатели. Готовый прототип должен был принять участие в пропагандистом пробеге Berlin-Rim, призванном продемонстрировать превосходство немецких и итальянских машин. По настоянию правительства Германии, для участия в этом мероприятии Фердинанду Porsche пришлось переименовать свой автомобиль Volkswagen Type 60 K10. Народным автомобилям был необходим хороший пиар. Но гонка так и не состоялась. За две недели до ее старта немецкие войска вторглись в Польшу и вынудили Францию и Англию объявить войну Германии. С началом войны работу по проекту тип 64 решили свернуть. Но 30-летний ферри Porsche все же настоял, чтобы из оставшихся кузовов были собраны автомобили. Эти машины были не только построены, но и активно использовались с семьей Porsche и руководством Volkswagen. Однако войну пережила только одна из них. Первый тип 64 был разбит в 1941 году. Второй экземпляр стойко переносил все невзгоды, включая покатушки юных Фердинанда Александра Porsche и Фердинанда Picha. В конце войны первому было 10 лет, а второму 8. Но не выдержал стиля вождения американских солдат. Американцы срезали крышу автомобиля, чтобы влезло больше пассажиров, и ездили на нем до тех пор, пока не заклинило двигатель. В итоге этот экземпляр был сдан в утиль. Третью машину тоже сильно потрепало временем, но в целом она сохранила свой первозданный вид, и в 1947 году единственный уцелевший тип 64 был отреставрирован в ателье Пенинфорина. 11 июля 1948 года компания Porsche представила публике Родстер 356-001, который был официально объявлен первой машиной этой марки. О существовании тип 64 руководство Porsche предпочло не вспоминать, и поспешило поскорее продать чудом сохранившееся купе. Новым хозяином этого автомобиля стал однорукий немецкий гонщик Отте Мате. У него не было правой руки, поэтому для удобства переключения передач он переделал машину, переставив руль на правую сторону. Он также установил новый двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 60 лошадиных сил. С этим автомобилем Отто прожил долгую и счастливую жизнь, пока 46 лет спустя их не разлучила смерть. Кстати, все это время тип 64 не пылился в гараже. До ухода хозяина в мир иной он участвовал в любительских ралли и во многих из них одерживал победы. Почему же в компании Porsche так пренебрежительно отнеслись к своему историческому наследию? Все дело в том, что Porsche тип 64 был построен под патронажем нацистского режима и служил инструментом его пропаганды. Слишком уж тесная связь с Адольфом Гитлером. А тут еще арест Фердинанда Porsche, обвиненного в пособничестве нацистам. Находясь в отчаянном положении, Ферри Porsche решил избавиться от всего, что связывало его отца с фашистским режимом, в том числе и от уникального спорткара, ставшего родоначальником автомобиля марки Porsche. Так тип 64 стал реликтом. Этот автомобиль был совершенным, как с технической, так и с финансовой точки зрения, но его погубило то, что он был создан в не самое удачное время. Ну а появившаяся вслед за прототипом тип 64 серийная модель 356 позволила компании Фердинанда Porsche начать свою историю с чистого листа.